Доброго дня, дорогие телезрители! Вы смотрите прямой эфир. Это телеканал Живи Активно. Меня зовут Ильна Рокадырова. И сегодня у нас в гостях Татьяна Новикова, инструктор по лечебной физкультуре с правом медицинской деятельности, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, инструктор по йоге, стрейчингу, скандинавской ходьбе, тренер по пилатесу и, конечно же, часть нашей большой команды телеканала Живи Активно. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Ильнара! Ну, я очень рада вас видеть. Всегда, когда мы приближаемся к новому телевизионному сезону, наши встречи становятся чаще, и это очень приятно. Расскажите, пожалуйста, как проходит ваше лето, потому что мне кажется, что сейчас большая часть наших зрителей, конечно же, старается получить максимум от этого периода времени. Это точно. Тем более, что лето в нашей климатической зоне довольно короткий период. И, конечно, мы все его ждем, весь год ждем. Потом лето только начинается, и вдруг оно как-то доходит до самой своей макушки, и потом идет снова на спад. Я также, как и все, люблю лето. И летом приходит больше вдохновения, потому что также продолжаю получать вопросы от наших телезрителей, работать со своими людьми, с кем работаю вживую. Это всегда вдохновляет на то, что нужно еще снять, для того, чтобы стало это более доступным, новые наши оздоровительные практики. И поэтому, конечно, мы отсняли новый сезон, пользуясь хорошими летними деньгами. Где-то мы снимали и на свежем воздухе, что смогли снять на свежем воздухе, что снимали в помещении. Но, тем не менее, мы отсняли совершенно новый сезон с новым оборудованием. И эти серии уже ждут наших телезрителей в начале осени. Новый телезрительный сезон на телеканале «Живи активно» стартует в сентябре. Это значит, вас ждут новые тренировки, новые герои и тренировки, конечно же, с уже полюбившимися авторами, в том числе с нашей Татьяной Новиковой. Дорогие телезрители, я вас приглашаю присоединиться к нашему прямому эфиру. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите нам на номер 896961010 в WhatsApp. И даже если вы увидите нашу программу в повторе, всегда пишите нам, потому что наша редакция работает для вас. И мы всегда рады получать от вас сообщения, весточки, вопросы и, конечно же, истории о том, как телеканал «Живи активно» поменял ваш подход к активному долголетию. Но вообще летом, мне кажется, довольно сложно удержаться в привычке заниматься спортом. Потому что столько всего интересного, что может обычный, привычный ритм жизни нарушить. Это и приезд дорогих любимых внуков, и отпуск, и, может быть, запланированная поездка в санаторий. Как удержаться во всем этом? Летом ритм действительно будет отличаться. Ведь на нашу физическую активность влияет не только приезд и родственников, и любимых внуков, и гостей. Сад-огород. Сад-огород, да, добавляются новые виды деятельности, которые требуют после себя иногда и реабилитации, я скажу тогда, иногда спина начинает болеть после огорода, иногда ноги. И сам климат, то есть сама температура воздуха, она меняет наш подход к физической активности как таковой. Потому что во время высокой температуры, когда воздух у нас прогрет хорошо солнышком, некоторые виды физической нагрузки, например, силовые или какие-то сложные тренировки, они просто не идут. На это нет сил, это и не нужно. То есть мы заменяем одни тренировки на другие. Но вы сказали, Ильнар, очень интересную вещь. Как же вот эту привычку сохранить? И здесь ключевое слово именно привычка. Потому что если мы в течение всего вот этого года, ну, допустим, 9 месяцев, формируем привычку заниматься. Это же очень ценно. Это ценно. Эта привычка в один момент от нас и не отлипнет даже летом. И все равно наше тело будет просить физическую нагрузку. Но так как влияют факторы, влияют дети, влияют огород, мы будем сами лавировать там, искать то, что нам подходит в этот период. И это тоже очень ценный такой поисковый момент у нас добавляется летом. Поэтому лето – это особенный период, я с этим соглашусь, на физическая активность. Если она привычка, она вас так просто не отпустит. Мне кажется, что можно находить альтернативу в виде, скажем, ходьбы. Потому что лето диктует как раз-таки этот вид активности. И я, например, у себя взяла такую привычку, что отслеживаю в спортфоне, сколько шагов я хожу. И пытаюсь все-таки какую-то норму для себя комфортную. Мы все знаем, что вроде как бы существует такая формула, что это нужно, чтобы было 10 тысяч шагов. Примерно в этом диапазоне я стараюсь держаться, конечно, не все физические. Кто-то уходит в отпуск, и поэтому не все физические активности сохраняются. Тренировки, опять-таки, и так далее. Вот мне кажется, что ходьба, она может стать отличной альтернативой физической какой-то активности. Это действительно так. Но особенно, конечно, скандинавская ходьба, не могу об этом не сказать. Потому что тело работает эффективнее, потому что спина работает эффективнее. Потому что те мышцы, которые в простой ходьбе не участвуют, когда палочки у нас в руках с палками, работает тело поэффективнее. И еще немножко я вас, может быть, обрадую. Даже можно не 10 тысяч шагов, а 7 тысяч шагов. Такой маленький бонус. Что если у нас нет сил, терпения, времени на 10 тысяч шагов, то даже если мы сходим 7 тысяч шагов, мы получим, в общем-то, все те же самые результаты, что и на 10. Я знаю, что вы когда-то делились с нами формулой 150 минут на телеактивности. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее. Существует такая некая ваша формула, которой вы придерживаетесь? Она не только моя, она общепризнанна, эта формула, конечно. 150 минут физической активности в неделю. Ну, соответственно, мы ее можем поделить на 3 дня, допустим. Если мы делим ее, поскольку там получится минут, можно поделить ее на все дни. Но больше рекомендуется, конечно, заниматься, если человек начинающий, 2-3 раза в неделю, допустим, и затем выходные, чтобы все-таки были это выходные. По крайней мере, один день должно тело полностью отдыхать от физической нагрузки. Ну, такие есть рекомендации. Поэтому что такое это 150 минут? Там у нас входит и силовая тренировка, и должна быть обязательно аэробная. Вот если сказать о том, что должно вообще входить в такой комплекс, чтобы человек занимался и вот все-таки был здоровый. Должна быть аэробная физическая нагрузка, должна быть силовая и должна быть какая-то растяжка. Все остальное это вот на него уже вокруг, чтобы не было скучно, не было слишком много образа. Ну, я правильно понимаю, что эти 150 минут взяты из расчета, что человек останется на том же уровне, скажем так, физической формы, для того, чтобы сохранить и, скажем так, выйти на такое плато, да? Для того, чтобы быть плюс-минус в каком-то таком понятном диапазоне. Естественно, для того, чтобы качественно изменить и прийти к другой физической форме, к другому ощущению тела, то тут уже нужно индивидуальный подход. Целое искусство, я бы сказала, да, чтобы выйти на какой-то новый уровень, это нужно тренировку прямо вот хорошо продумывать. Какая должна быть тренировка, для чего должна быть? Эти 150 минут, это для того, чтобы вот нивелировать тот сидячий образ жизни, который мы ведем все. То есть это для всех. Это не то, что там для кого-то надо, а для кого-то не надо. Это надо для всех. Это тот минимум. Мы не случайно, я начала программу с того, как раз таки, что перечислила все ваши направления, потому что очень многое вам интересно и очень во многом, это, конечно, меня всегда удивляет, очень во многом вы стараетесь знания, новые грани вообще физической активности увидеть, что-то новое подчеркнуть для того, чтобы придумать интересные занятия для наших телезрителей. Но помимо телезрителей у нас, скажем, есть в этом году, в последние полгода и новые участники. Это участники курса. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Несколько потоков курса «Жить, жевать, желать» у нас уже прошло, и вот как раз летом был последний. Расскажите, как это было? Как это было? Курс «Жить, жевать, желать» – это такой у нас насыщенный курс, плотный курс, на котором мы с людьми делаем первые шаги в здоровый образ жизни. Это только легко сказать, что давайте займемся здоровым образом жизни. А как им заняться? Как им заняться? Это совершенно непонятный вопрос. То есть что туда входит? Туда обязательно будет входить питание, питьевой режим, двигательная активность. И как вот из того, что мы имеем сегодня, прийти к тому, что хотелось бы иметь? Вот как раз об этом этот курс. Он кажется таким вот плотным, он и есть плотный, но он всего лишь идет месяц. И за этот месяц мы на себя примеряем вот этот здоровый образ жизни, пробуем его на себе, что-то корректируем и начинаем видеть разницу между тем, что мы имеем, и между тем, что нам хотелось бы иметь. И вот в течение всего этого месяца мы внедряем эту привычку к здоровому образу жизни. Ведь все дело в привычке. Все дело в привычке. Я наблюдаю уже за несколькими потоками наших участников. Хочу сказать, что для меня вообще в принципе в целом куры жить, жевать, желать. И, кстати, эти слова не случайно мы взяли в название, потому что они, скажем, являются опорными точками для того, чтобы выстроить правильно баланс. Баланс – это здоровье, да, как мы знаем с вами. И очень иногда бывает сложно найти свой баланс. И мне кажется, что курс «Жить, жевать, желать» – это как раз-таки ответ на вопрос, как навести порядок в своем понимании, как вести полезный, здоровый образ жизни, когда у вас все системы организма налаживаются. Жить, жевать, желать. То есть это все, что связано с энергией жизни, со всеми физическими процессами, которые происходят в нашем организме. Это питание, сон, выделяется энергией, как заниматься спортом. И, конечно же, когда все выстраивается так по полочкам, то появляется энергией для того, чтобы ставить себе новые цели, достигать и получить радость жизни. Да, все правильно бы рассказали. Вот есть у меня такие цифры, есть несколько потоков. И вот, например, самая первая группа… Я сейчас не буду говорить о количестве участников, просто чтобы вы понимали, да, всегда нам хочется… Есть точка А и точка Б. Есть, скажем так, критерии, которые на наших субъективных ощущениях, а есть четкие цифры. Это что? Килограммы, сантиметры и так далее. Так вот, фокус-группа похудела на 28,6 килограмм и стала стройнее в талии на 18 сантиметров. Первый поток, который у нас был весной, стал легче на 36,8 килограмм. Стройнее в талии на 48 сантиметров. И последний поток стал стройнее на 43 сантиметра. Это вот как? Это вот как работает? Хотя же не стоит целью похудеть, постройнеть. Нет какого-то такого внутреннего призыва, что я сейчас должен себя в чем-то ограничить. Потому что диеты, похудение, какое-то ограничение – это все всегда вызывает стресс, обязательства, внутренние напряжения, ощущение, что тебе нужно быть идеальным, что-то выполнять. Это все про какое-то такое энергодостижение. Да, мы занимаемся тем, что мы организовываем. Мы организовываем свое пространство питания, скажем так. Мы учимся это делать рационально. Мы организовываем свой питьевой режим и свою умеренную, посильную двигательную активность. Мне нравится то, что на курсе у нас собирается каждый раз очень разнообразная группа. То есть это не какая-то группа, подобранная по возрасту или по весу, или еще с какими-то целями. То есть мы очень разные. И находясь в общении, в группе, мы применяем методики, которые позволяют наш личный индивидуальный график работы, индивидуальные пищевые привычки и так далее привести к упорядоченной системе. И именно сама система, именно вот эта упорядоченность дает нам вот эти цифры. То есть независимо от того, кто-то больше худел, кто-то меньше худел, кто-то больше стройнел, кто-то меньше. У всех разные тела. Мы взвешиваемся в начале курса и в конце. Измеряемся, взвешиваемся в начале и в конце, чтобы получить как раз вот эти цифры и увидеть наши результаты, чтобы мы поняли, что мы не зря провели этот месяц. И простая упорядоченность, ну, если мы это делаем постоянно в виде привычки, дает нам такие результаты. Это не окончательные цифры. Те, кто оставил себе эти привычки, они продолжают, пусть не такими темпами, как сначала, потому что так не бывает, что мы пошли до нуля, а потом похудеем, если так и продолжим. То есть мы приходим к некой норме, к некоторой плате, платам, и мы там остаемся, держимся. Я, насколько еще знаю, что Татьяна очень так бережно следит за каждым участником. И когда собираются первые данные, скажем так, рост, вес, то есть тоже вот это понимание над какими, над чем сделать человеку акцент. Какая все-таки, да, группа? Бывает, что группа, например, там, да, есть вопрос по весу. Это же ведь не сама цель похудеть, а есть это некое следствие того, что есть нарушение вот этого баланса, баланса питьевого, физической активности, пищеварительной там и так далее. То есть тоже для вас является таким неким критерием вообще понимания. А какой человек, а что у него, вот какой у него результат? Да, даже очень интересно, когда вот эти замеры я вижу, вижу соотношения, вижу объемы талии, для меня сразу становится я этих людей. Я ведь не вижу людей вживую, да, мы с ними общаемся в чате, но я же не сижу с ними вживую, не общаюсь, но я представляю, какие системы у него работают плохо, потому что вот эти параметры, особенно по талии, очень о многом говорят на самом деле. Вес плюс рост плюс талия. Очень о многом говорят. Ну и следует отметить, что это прекрасная стартовая точка, которая длится целых 4 недели для того, чтобы разобраться в полезных привычках, для того, чтобы их внедрить, получить ответы на вопросы, самое главное, получить поддержку от сообщества, потому что всегда у нас собирается группа, которая на протяжении этого путешествия делится с фотографиями, своими какими-то лайфхаками, рецептами, видами природы, кто ходил в какой поход, где, какой красивый вид, пейзаж, и такая энергетика, и ты чувствуешь, что ты не один. И на самом деле групповая динамика, когда есть люди, которые тебя поддерживают, когда есть вот этот интерес, мне кажется, это тоже очень существенно, нежели когда ты один на один со своими вопросами по здоровью, с тренером, с какими-то внутренними критериями, претензиями к себе, требованиями и так далее. Да. Курс наш вот этот «Жить, Живать, Желать» он не выматывает. Я могу так сказать, да, уже все-таки достаточно большое количество групп прошло людей. Люди делятся потом, как им находиться было там по ощущениям, комфортно, некомфортно. В основном всем комфортно. Расскажите, пожалуйста, вообще, как проходит сам курс, какова механика, какие есть форматы участия, кому подходит опять-таки этот курс? Наш курс проходит в мессенджере, то есть у нас есть чат, в котором мы находимся все вместе и общаемся. Каждый день у нас приходит новая информация, приходят напоминания, что нужно сделать сегодня. Вечером у нас проходит обсуждение, у нас проходит голосование каждый день. То есть определенные вопросы, и люди голосуют, у кого это получилось и как это получилось. Я очень внимательно слежу за динамикой группы, на самом деле. И вот эти вот напоминания прошу всегда отмечать, да, особенно голосование. Получается, не получается? Что препятствует? Какие были сложности? Мы все это обсуждаем в общей группе. И так вот мы двигаемся потихонечку, день за днем. Первая неделя, вторая, третья, четвертая. Идем и меняемся. С каждым днем становимся все лучше. И раз в неделю у нас проходит прямой эфир, для того, чтобы все участники могли задавать свои вопросы. Как правило, этот эфир посвящен еще большей новой теме. То есть это часть ответа на вопросы, и часть это, скажем так, погружение в материалы. И я, на самом деле, с интересом наблюдаю, как у каждой группы есть, скажем так, свои предпочтения. Кому-то больше хочется уйти в направлении питания, выстроить, да, как правильно питаться. У кого-то больше вопросов по той же самой скандинавской ходьбе. Ведь ваш, скажем так, многогранный опыт позволяет внедрить с каждого направления и дать таким образом такую полную картинку того, какая физическая активность может присутствовать на уже новые полезные привычки. Да, да, все так и есть. Прямой эфир всегда проходит очень живо. И каждый раз я боюсь, что я просто у него не уложусь. Хотя он целый час, но возникает и много вопросов, на которые хочется ответить более подробно. И всегда я очень рада, когда есть эти вопросы, потому что, значит, люди наши работают над собой, у них возникают вопросы, это нормально, они должны возникать. И всегда хочется еще какую-то тему одну разобрать более подробно. И вот иногда разбирая эту тему, понимая, что, а еще не успели мы вот это разобрать, еще и вот это, и вот это. И вот так у нас накапливается все больше и больше материала, которые, конечно, потом мы опять добавляем. С каждым новым потоком у нас добавляется что-то чуть-чуть новое. На самом деле, 4 недели это не случайно. Каждая неделя посвящена, скажем так, обретению нового навыка. И это как здание, которое мы выстраиваем вместе с нашими телезрителями. И, конечно же, неотъемлемой частью погружения в материал являются видеоуроки, которые смотрят наши телезрители. Но перед тем, как мы посмотрим один из примеров теоретического урока, я хочу отметить, что старт нового потока курса «Жить, желать, желать» состоится 16 сентября, поэтому я вас всех приглашаю. Слава Богу, что еще время у нас есть для того, чтобы выдохнуть, для того, чтобы, может быть, даже настроиться осенью с тем, чтобы новые привычки, новый, так условно назовем его год, новый сезон, такой уже рабочий, когда начинается, для того, чтобы привести в порядок себя, свой образ жизни. Поэтому я вас приглашаю. 16 сентября стартует у нас новый поток. И, кстати, для телезрителей этого эфира мы дарим скидку 15%. И для того, чтобы воспользоваться этой скидкой, вам необходимо ввести промокод «Сентябрь15». Я вас приглашаю на сайт «Курс живиактивно.рф» для того, чтобы познакомиться подробнее с описанием нашего курса и, конечно же, присоединиться к нашей группе. И прямо сейчас давайте посмотрим пример теоретического урока, потому что таких уроков у нас на самом деле каждый день приходит несколько, они небольшие, но вот немножечко мы с вами давайте попробуем посмотреть. Важнейший пункт нашего марафона – это питьевой режим. Как организовать свой питьевой режим и почему это важно? Нашему организму нужна именно вода. Каждой клетке нужна вода. Все биологические процессы ферментативные и идут с участием воды. Нашему организму нужен не чай, не кофе, не компот, не сок какой-то, а именно вода. Итак, как организовать свой питьевой режим? Мы с первого дня, ну, можно и с второго, заводим себе какую-то емкость. Возможно, это будет и не одна емкость, она отличается по некоторым параметрам. То есть есть бутылочки, вот эти три – это у меня бутылочки, остальные – это все термосы. Когда тепло, когда это небольшое расстояние, я могу взять маленькую какую-то бутылочку с водой, и это удобно, комфортно. Отдельные бутылочки открываются по-разному, и в зависимости от ситуации, буду ли я передвигаться быстро, медленно, просто спокойно гулять, я беру ту или иную бутылочку. Термосы удобны в отношении сохранения температуры. Так как мы пить будем воду не холодную, а теплую, ближе к горячеватой, поэтому термос сохраняет тепло нам хорошо, и в течение холодного времени года тоже. Небольшой отрывок из курса «Жить, желать» мы с вами посмотрели. Как мы говорили ранее, есть несколько фундаментов, на которых строится здоровый образ жизни и здоровые привычки. И, конечно же, вот прямой теоретический урок, потому что мы сначала с вами погружаемся в теорию для того, чтобы идти в практику, в физическую активность, практиковать с этого в жизни. Это как раз-таки про отрывок урока про питьевой режим. Да, питьевой режим очень важен. И на него у нас ходит, на самом деле, больше времени, чем кажется с первого взгляда, потому что это нужно внедрить в жизнь. Еще правильно. Правильно внедрить в жизнь, да. Как пить воду, когда ее пить, какую воду пить. Вот об этом, обо всем мы говорим. И вот эти вопросы возникающие мы обсуждаем. Материала очень много, но он доступен. Он доступен для понимания. И когда люди осваивают питьевой режим, они просто потом не представляют себе жизнь уже по-другому. Да, я, кстати, наблюдаю за тем, как члены нашей команды тоже, скажем так, знакомы с этим материалом, меняют свои привычки. Это всегда прекрасно. Когда ты видишь, что прекрасный опыт результат заразителей, потому что мы наблюдаем за динамикой группы, как меняются, какие результаты у наших участников. И это всегда, конечно, вдохновляет. Но помимо теоретических уроков, помимо общения прямых эфиров, конечно же, у нас есть практика. Практика, которая показывает, какую физическую активность вообще хочется применить. Насколько я поняла, и насколько я наблюдаю с нашими участниками, появляется энергия. То есть мы выстраиваем правильные привычки, появляется энергия, и нам самим что-то хочется делать. Тело просит. Тело просит, но оно просит не с первого дня. Первая неделя у нас отличается как раз тем, что мы делаем очень небольшую, но специфическую физическую активность. То есть мы, наше тело, мы делаем лимфатические техники, лимфодренажные техники. Специально есть такие гимнастики, которые позволяют нашему телу очищаться. Мы первую неделю, в общем-то, занимаемся детоксикацией. Мы учимся пить воду, учимся делать физическую нагрузку элементарную. И начиная со второй недели, это даже по сообщениям людей начинает быть видно. Мы хотим больше физической активности. И здесь у нас начинается больше физической активности. Вот один из примеров больше физической активности. Прямо сейчас давайте посмотрим небольшой отрывок урока из курса «Жить, сживать, желать». Итак, мы ложимся на коврик. Ложимся мы любым удобным способом. Либо через бок, если трудно ложиться по-другому. Можно ложиться так, как я. Вот так придерживаясь за ногу, хорошо держусь руками и плавно раскладываем позвоночник. Когда легли, обращаем внимание, чтобы нам было везде комфортно. Чтобы было комфортно шее. Если шее неудобно, допустим, уходит вот туда, далеко назад, то под голову мы подкладываем либо кубик, либо подушечку. Дальше нам как раз понадобится мячик, который мы возьмем между ног. Мы ставим мячик между бедер. Делаем вдох, выдох, давим в мячик. У нас включается внутренняя поверхность бедер. Это важно. Внутренняя поверхность бедер тесно связана с органами малого таза. Купол органов малого таза как раз у нас формируется за счет внутренней поверхности бедер, сухожилия уже. Делаем вдох, расслабляемся. Еще раз выдох, надавили в мячик, держим его, чувствуем внутренняя поверхность бедер приходит в тонус. За ними вы почувствуете ягодицы, приходят в тонус. Дышим, больше ребрами стараемся. Информации много, упражнений много, инвентаря много всего. Много и следует отметить, что, конечно же, даже после того, как проходит 4 недели, все тренировки остаются у наших других участников. И это возможность всегда вернуться, пересмотреть. Но я знаю, что еще и наши участники конспектируют, потому что та информация, те лекции, которые остаются, они, конечно, помогают сформировать полезные навыки, которые в дальнейшем, те, кто их обрел, очень хочется хранить. В чем вообще особенность курса и его уникальность именно для вас? Ведь потому что, на самом деле, помимо наших телезрителей, которые занимаются вместе с телеканалом «Живи активно», есть еще и люди, пациенты, можно так сказать, которые приходят к вам для того, чтобы заниматься. И, конечно же, когда ты взаимодействуешь с разными людьми, с разными образами жизни, ты понимаешь, что может зацепить, что важно, что актуально для каждого человека, для того, чтобы чувствовать себя прекрасно, для того, чтобы здоровье стало неотъемлемой частью жизни. В чем уникальность курса? Ну, во-первых, знаете, очень часто бывает, что люди начинают тренироваться, но никак не меняют питание или питьевой режим. И в результате не получают видимых результатов, начинают разочаровываться. Не видят результаты, получается, начинается разочарование. Поэтому я долго думала, на самом деле, с чего нужно начинать тренировки. И все-таки я пришла к выводу, что их нужно начинать в том числе с питания. То есть питание и питьевой режим должны быть прямо вот в основе. И потихонечку к тому телу, которое начинает тоже подстраиваться, меняться, наполняться жидкостью, необходимой для каждой клеточки, мы можем уже добавлять физическую активность. И эту физическую активность тоже нужно добавлять очень аккуратно, планомерно, чтобы не испугать ни себя, вот этой новой совершенно своим образом жизни, ни своих близких. То есть делать все очень аккуратно и плавно. И чтобы вот эти вот навыки, они не были, что я один раз попробовал в жизни, там, неделю попробовал, провел я здоровый образ жизни один раз, вот, а потом вернулся там непонятно куда. Остались они. Вот в этом у нас уникальность курса, что это мы внедряем привычку, которая, по сути, это организация. То есть это самодисциплина, это самовоспитание, если вот так вот сказать, но без насилия над собой. И в группе единомышленников, что гораздо легче. Если это делает человек сам, с собой, наедине, оно очень трудно. Хорошо, если вообще задержится. Так в основном не задерживается. Кстати, про группу единомышленников. На самом деле, когда появился этот курс, когда были несколько фокус-групп, когда уже мы собрали первый поток, нам пришла такая идея, и точнее мы прислушались к просьбам наших участников, что очень не хотелось расходиться, очень хотелось дальше продолжать свое общение. И так появилась идея о поддерживающей группе. Представьте, вы целый месяц выстраивали свое питание, меняли свой образ жизни, получали результаты. Может быть, даже где-то было сопротивление, без этого, конечно, никак, но преодолевали это сопротивление, вышли к прекрасному результату, увидели, что у вас снизились цифры на весах, и что? И дальше 4 недели заканчивается. Конечно же, хочется продолжать общаться, продолжать получать новую информацию, потому что новая информация является как раз-таки источником дальнейшего движения. Так и появилась у нас группа, поддерживающая группа. И давайте посмотрим небольшое видео, потому что каждый месяц сначала мы скидываем анонс в наши чаты для того, чтобы, скажем так, замотивировать наших участников и рассказать, какие новые физические активности их ждут. Давайте посмотрим пример. Итак, мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие в мир скандинавской ходьбы. Тейпы – это спортивная медицина. В медицину они пришли из спорта. Тейп, наложенный на мышцу, помогает мышцу восстанавливаться гораздо быстрее. Наша скандинавская ходьба призвана сделать нас красивой. Но как добиться вот этого трудного отведения руки назад? Это действительно трудно. Сделав такую разминку, почувствуйте ощущение в ваших лопатках, насколько они стали более живыми. Мы с вами продолжаем работать с глубокими мышцами. В статике работают мышцы. Это уже очень хорошая тренировка. Вы очень большие молодцы, что столько времени уделяете своему здоровью. Мы с вами продолжаем изучать разные способы воздействия на наше тело через кожу. У нас все тело, мы вот такими вот движениями очень хорошо, комфортно, не раздражая кожу, можем сделать себе такой бодрящий массаж. Мне напишите, какой тренажер у вас есть, как часто вы это используете. Я буду ждать ваше сообщение. Дорогие телезрители, вот так у нас выглядит наполнение группы поддержки. Еще раз хочу объяснить, что сначала мы с вами встречаемся в рамках курса «Жить, желать, желать» и дальше, кто хочет, по желанию продолжаем. И таким образом уже из нескольких потоков у нас формируется сообщество, которое продолжает вести здоровый образ жизни и обменивается друг с другом интересными знаниями. И вот такое сообщество людей, которые хотят дальше погружаться в физическую активность, открывать для себя новые интересные активности на уровне тела, не с точки зрения заставить себя где-то смотивировать, а с точки зрения интереса, как много всего интересного классного можно добавить в свои тренировки. Вот об этом как раз-таки Татьяна рассказала. Вот расскажите про поддерживающую группу. Как вы думаете, есть ли эффект именно такого дальше продолжения после завершения марафона, после движения курса общения? Это очень важная группа на самом деле. На курсе «Жить, желать, желать» в основной группе, ну основной группой я вот так ее сейчас и назову, мы пробуем наши привычки. За четыре недели мы привыкаем к этому, что мы изменили свой образ жизни в какой-то степени, внедрили. Это самое только начало внедрения привычек. Вот нам с ними хорошо. И вдруг наступает вот этот последний эфир и последний день, что все, мы прощаемся. И люди не готовы на самом деле прощаться на этом. Если нам это понравилось, возникает еще больше вопросов. А что делать дальше? Тот же самый рацион. Как белки, жиры, углеводы сочетать между собой? Как рассчитать вообще суточный колораж? Сколько кому нужно съесть? И чего нужно съесть? И как все это совместить еще там с другой своей индивидуальной жизненной активностью? Кто-то за рулем много ездит, весь день проводит за рулем. Кто-то дома сидит. То есть у всех возраст разный. И как вот разную физическую активность применить каждому в своей разной такой жизни? Поэтому вопросов возникает еще больше к четвертой неделе. И многие люди желают продолжить общение дальше. Здесь очень интересная группа у нас собирается. Так как это люди из разных потоков. Кто-то уже там 4 месяца назад, допустим, закончил курс «Жить, жевать, желать». И он остается в этой группе. И за 4 месяца он стал таким уже продвинутым пользователем многих привычек. И этот человек может помогать тому, кто пришел только сегодня, допустим, свеженький после группы. И здесь очень такое комфортное пространство. Здесь доброжелательное комфортное пространство. У нас на основной группе всегда доброжелательное комфортное пространство. А здесь особенно. Потому что здесь люди уже собрались совсем по интересам. Если кто-то еще после основного курса решил, что ему пока хватит, он и то может потом еще присоединиться к нашей группе поддержки. Сначала то освоить побольше, а потом еще вступить на поддержку. То в группе поддержки это прям как дома. Я могу сказать, что я чувствую себя там как дома среди вот этих моих людей. Но я думаю, что они тоже. Надеюсь, по крайней мере. Дорогие телезрители, если наша беседа вас вдохновила, я вас приглашаю присоединиться к новому потоку курса «Жить, желать», который состоится 16 сентября. И для всех телезрителей мы дарим специальный промокод скидку 15%. Воспользоваться вы можете на нашем сайте. Сентябрь 15. Так звучит промокод. Заходите на сайт курсживеактивно.рф, присоединяйтесь к нам, занимайтесь вместе с нами и открывайте для себя новые горизонты физической активности, здоровья. И, конечно же, наслаждайтесь, радуйтесь жизнью. В завершении нашего эфира я хочу несколько слов, несколько пожеланий для всех тех, кто с нами знаком, для всех тех, кто занимается в любом случае в рамках курса, в рамках наших существующих программ. Даже не так важно, какую активность вы для себя выбрали. Самое главное, что вы ищете, что вы находите. Что мы можем и пожелать? Мы можем пожелать, чтобы каждый человек все-таки пытался упорядочить свою жизнь. Упорядочить свое питание, свой питьевой режим, свой сон, свой график, свои мысли. Все рождается у нас от головы, в голове. Поэтому, в общем-то, у нас есть такой плотный курс, где мы немножко приводим с головы, начиная с себя в порядок. Поэтому, когда мы раскладываем, организовываем себя на этом уровне, начиная с себя, у нас также организовывается и наше жизненное пространство, наша жизнь вокруг нас организовывается. Мы по-другому смотрим на многие вроде знакомые вещи, по-другому относимся к работе. У нас вот эта упорядоченность по отношению к самому себе, к своему, к своим привычкам переносится также вокруг нас. И нам просто становится комфортно жить и без суеты. Мы очень много успеваем. На самом деле, очень много, но суеты нет. Спасибо вам большое. Я благодарю за эту беседу. Благодарю за ценными знаниями, которыми вы продолжаете делиться с нашими дорогими телезрителями. От себя лично я хочу вам пожелать прекрасного настроения, прекрасного самочувствия и, конечно, бодрости. Дорогие телезрители, спасибо, что были с нами. До свидания. Увидимся на телеканале «Живи активно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова